Всем привет! В этом видео я вам расскажу, как построить вот такой вот самолет в Build-A-B-Lot Fortress. Но сначала я вам покажу, как он работает. О, смотрите, какой тут динозавр с динамитами бегает. Прикольненько. Самолет-разведчик теперь у меня. Так, это динозавр, что ли, меня съесть хочет. Опа, а я слишком высоко летаю, он до меня не достал. Слишком он маленький. То есть я слишком высоко. Ой, тут режим изоляции, ясно. Улетаем отсюда. Такой вот самолетик. Сейчас мы приступим к строительству. Ну, а теперь время туториала. Так, тут у меня лишнее осталось. Ставим блок дерева, на него ставим блок пластика. Так, вот тут у меня пластик. Нужно масштабировать. Делаю небольшую такую линию. На него ставим еще один блок пластика. Чуть поднимаем. Не обязательно вот сейчас тут сидеть и вот пытаться посчитать, сколько у меня тут блоков. Просто на глаз можно делать такое. У меня 45 градусов стоит, я лучше на 90 поставить. Так, сейчас надо вот так вставить. Так, сейчас посмотрим. Нет, неправильно. По-другому надо немножко. О, что это тут за машина такая прям проехала. Хотя, что это так не получается? Вот, все, наконец-то поставил. Теперь нам нужно взять пластик и построить здесь самолет. Вы можете посмотреть, как я строю. Немножко все будет ускорено. Можете сами какой-то красивый, такой супер красивый построить. Если хотите. Сейчас я вам покажу, что это ускорено. И что-то немножко масштабирую. Такой вот у меня корпус будет. Конфетку съем. Можно из конфетки джетпак использовать, чтобы наверх забраться. Здесь такой выступ будет. Здесь такая ограда. Здесь, наверное, у меня пассажиры даже сидят. Такая будет кабинка. Так, а вот здесь такие вот крылья надо сейчас построить. 0.5 Такие вот. Так, вот здесь еще. Так, теперь я, наверное, крылья сейчас построю. Небольшую декорацию, наверное, надо. А тут лучше какую-то декорацию такую маленькую построить. С обеих сторон готово. Перекрашу другой цвет, а то он не видно. Здесь надо построить крылья. Лучше, чтобы с двух сторон все было одинаковых размеров. А то еще перевес будет, пад будет. Не забываем почаще сохраняться. Сейчас строим декорацию для крыла. Верхнюю часть строим. Чуть-чуть повыше по дому. Это, наверное, лишнее уберу. Такой носик будет. Так, теперь я бы хотела построить такой вот пропеллер. Здесь поставлю колесо. 0.5 Смотрю, чтобы оно крутилось. Еще немножко декорирую. Повыше сделаю. Здесь возьму железный забор и начну ставить. Так. Ем конфетку. Немного побольше делаю пропеллер. Охраняю. Ставлю кресло для пассажиров, если они у меня будут. Так, тут они так мешаются вообще. Что я из-за них делать не могу. Наверное, я лучше их поближе поставлю. Два стульчика хватит. Так, ну все, получается. Сейчас будем строить механизм. Здесь небольшую железную платформу надо построить. На нее ставим двигатель. Здесь она сейчас будет поставить такой вот блок для поворачивания. И здесь ставим двигатель. Сохраняем. А вот этот двигатель тут стоит, чтобы этот двигатель он сам будет поворачивать самолет туда-сюда. Так, здесь сейчас надо такую небольшую возвышенность построить. Даже повыше, выше, чтобы видно не было. Здесь небольшую платформу. Сейчас надо туда добраться. Я делаю с помощью портала. Кстати, порталы эти два вы можете получить по промокодам, которые есть. В моем видео про промокоды, которые сейчас видите у себя на экране. Справа вверх. Здесь поставлю кнопку. Ставлю два шарика. Раз, два. Ставлю масштабируем на 0.28. Поднимаю на одно деление. Дальше на два. Здесь тоже на одно. Ставлю масштабируем на 0.1. И немножко приподнимаю. Еще один шарик ставлю. Ставлю масштабируем на 1. Поднимаю на один раз. Все. Сохраняю. Так, вот так вот он поворачивается сейчас. Я просто показала. Это чуть-чуть настроить надо. Во-первых, скользко колеса надо поменьше поставить, который на пропеллеры. А во-вторых, вот этот поворачиватель, который крутит самолет, его ставим угол в 20 градусов. Ем конфетку. Так, беру кнопку, вот здесь поставлю, это будет управление. Что я на стул всех не могу. Все, сел наконец-то. Ставлю здесь одну кнопку, она привязывается ко всем с трем шариком. Перекрашиваем самолет в любой цвет. У меня будет красный. Немного темноватых бликов я добавлю. Перекрашиваю еще пропеллер. Более такой серый цвет. Светленький. Теперь нужно выбрать все, что не относится к самолету, а все, что относится к механике. Шарики тоже. И все. У всего этого нужно отключить коллизию и поставить прозрачность на 100%. И сохранить. Сейчас сделаем тестовый запуск. И что-то мы не падаем. Ага, там блок дерева мешал. Так, еду на взлет. Поднимаюсь в воздух. Тут какая-то секретная база. Но надо добавить колеса. А то это какой-то не самолет. Он как садиться-то должен. И реалистично получается. Здесь мне большие такие палки добавлю. А на них добавлю колеса. Только вот, чтобы эти колеса не крутились и не мешали, нужно будет их отвязать и привязать ни к чему вообще. Здесь они только мешать будут. Так. Кстати, можно еще на конце факелы поставить, и будет такой огненный след небольшой оставляться. Так, еще должно быть три колеса. Так. Здесь блок поставил, я перекрашу. Все, кажется, это готово. Теперь я их всех выделяю и отвязываю. От тучка. Там мне еще не надо, чтобы тут колеса крутились. Так, отключаю анчор, убираю этот нижний блок. Кстати, вот здесь еще немного крылья нереалистичные, задние такие. Здесь надо чуть-чуть повыше сделать. Здесь чуть-чуть пошире. Ну, конечно, нужен баланс с двух сторон. То есть, вот так не одинаково все криво будет, он может там переворачиваться, еще что-то происходить. Лучше, чтобы все одинаково было. Да, вот так, наверное. Вот такой вот самолет у меня получился. Если вам понравилось, оцените видео лайком. Подписывайтесь на канал и пишите комментарии. С вами был Ух Геймс. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok